всех приветствую на своем канале сегодня у нас вот такая вот распаковка приехал мангал я его еще толком не видел только вот крышку срезал и хочу посмотреть что он из себя представляет сейчас его быстренько соберу и мы его посмотрим и так вот собрал мангал так он выглядит исполнение мангала это перфорированное дно при этом это двойное дно так она выглядит имеются ножки которые кстати съемные такие вот винты довольно таки удобно сделано и он заявлен в размере 60 на 27 при этом по факту получается что 60 это внутренняя часть от стенки до стенки толщина стеночки 3 миллиметра и с учетом стенок это получается 65 миллиметров в длину внутренний размер 27 высота по стенке 15 сантиметров по вертикали получится где-то 14 с половиной попробую примерить да по вертикали 14 половиной может чуть чуть больше четырнадцать половиной не суть исполнение мангала сделано все очень аккуратно видно что по стенке фокус по стенке снята фаска где никаких заусениц ничего такого нет то есть мастер здесь все обработал отверстия просверлены видно вот белые следы это почищены то есть никакой здесь стружки ничего такого нет при этом я обратил внимание что в дне имеется один вот такой разрез и вот здесь вот второй разрез ну тут я не вижу вероятно это сделано для того чтобы если дно будет расширяться был какой-то тепловой зазор и но не выгибалась боковая стенка выгибаться скорее всего не будет поскольку имеется имеется одна точка крепления второй шов и вот на вот этих двух швах стенка будет отлично держаться на таких мангалах я еще не жарил я жарил на похожих мангалах такая же конструкция только не не было двойного дна и перфорация была сделана внизу но я вижу этот вариант более выигрышным поскольку во-первых ну видите вот трава сухая через боковые стенки иногда угольки выпадают при этом двойное дно позволяет контролировать тягу воздуха можно здесь этот вход перекрыть или деревом или из камня что-то сделать или может из металла и соответственно приток воздуха можно настраивать так мангала имеются такие ручки изначально я посчитал что крепление как бы вот такой вот приваренная гайка несколько хлипкая но потом я рассмотрел я считаю будет все хорошо и надежно также у этих ручек есть преимущества поскольку если ручка была бы приварена вот так намертво то есть такой шанс что вот ребенок бежит есть что-то за что можно схватиться он рукой хватается ну естественно будет ожог ну и это будет большой проблемой для сравнения я поставил еще один мангал которому уже много лет он скажем так пожарил прилично и чтобы не было скучно я сравню выскажу свой опыт по этому мангалу выскажу свои ожидания по вот этому мангалу этот мангал сделан германии ему годика уже много и регулярно пользуюсь но заказал еще вот такой это специально чтобы жарить шашлык давайте так масса и габариты новый мангал весит значительно больше чем тот что стоит слева это определяется тем что сталь 3 миллиметра плюс днище заявлено 4 миллиметра проверить я не могу но визуально вроде бы как четверочка стоит довольно таки массивный он значительно тяжелее вот этого мангала из плюсов несмотря на его вес он более транспортабельный то есть можно ножки снять положить ножки в сам мангал и закинуть там в автомобиль или просто перенести где-то по месту переставить поэтому у него преимущество в плане транспортабельности такой мангал к сожалению перевести ну скажем так будет крайне проблематично в багажник машины его не положишь как выполнено дно у этих обоих мангалов давайте решетку сниму в этом мангале сделана такая вот решетка она съемная видите вот от времени уже такая она немножко бушная из плюсов например когда я заканчиваю жарить здесь что-то я могу подцепить дно скинуть вот так пепел там есть коробка которая принимает пепел там внизу и все считаю что мангал потушен здесь если например останутся угли их нужно будет как-то там принудительно тушить или крышку для мангала думать ну чтобы ветром не раскидал эти угольки на траву не понесло но мне эта конструкция все-таки нравится больше смотрите в чем есть особенность как бы не дно сама суть конструкции этот мангал выполнен виде конуса вот так это также конус но менее выражен при этом когда я жарил шашлык у меня всегда возникала проблема я поставлю так рулетку тут метр я засыпаю уголь и получается что он наполняет где-то вот так при этом здесь сконцентрировано более количество уля и он горячий а по краям вот здесь вот эта часть она не закрыта углем я не засыпаю мангал полностью как бы доверха нет смысла да и нельзя его засыпать и получается что крайние куски того же мяса они хуже здесь прожариваются вот вот этой зоне центр может гореть края могут оставаться сырыми ну и требуют как бы до жарки здесь если засыпать уголь то вот это расстояние от засыпки до стенки она минимальна при этом за счет того что здесь сталь толще стенки они также будут отдавать температуру вовнутрь и они будут ну как бы компенсировать вот эту разницу температуры вот кстати сразу ответ смотрите здесь сталь может миллиметр может даже тоньше для тех кто любит поспорить на каком мангале можно жарить на каком нельзя толщина стенки миллиметр опять же может тоньше при этом шашлык все-таки жарится но это менее удобно на этом мангале будет удобнее дальше в плане нагрева я вижу что этот мангал будет нагреваться дольше то есть засыпать надо уголь или там дрова прогреть его хорошенько и потом уже приступать к жарке этот мангал он менее инертный он быстро разогревается за счет тонких стеночек все это быстро прогревается но при этом если требуется засыпать вторую порцию не засыпать положить вторую порцию там мясо шашлыка там на решетку или на этих шпайзен господи шпичках вылетело слово из головы на шампурах вот то на остаточных углях вот здесь практически невозможно пожарить приходится досыпать свежий уголь и потом уже потихонечку дожаривать на этом мангале за счет его толщины прогрева я больше чем уверен что на остаточных углях можно даже загрузить там пару порций и все получится следующий момент чем они будут отличаться вот на мангале слева вы видите вот такую вот ногу здесь есть такой вот отверстие вот открываем приток свежего воздуха идет через эту ногу и мы знаем физику если есть холодный воздух горячий то образовывается некоторая тяга которая принуждает воздуху двигаться если и с ней над допустим нагреть воздух будет двигаться вверх соответственно будет поддувать вот эти угли с одной стороны это преимущество поскольку если я засыпаю свежую порцию угля то он быстрее загорается есть принудительный скажем так поток снизу но с другой стороны это же и недостаток поскольку бывает так что я жарю уголь начинает потухать только открыл буквально минута и уголь уже сильно горит мне приходится снова прикрывать ну и вот эта манипуляция открыл закрыл она немножко скажем так раздражает здесь такой ноги нет есть поддувала вот куда воздух заходит гарантирует то что уголь не потухнет и будет нормально гореть также сюда можно придумать заслонку прикрывать там больше меньше можно поставить против ветра можно поставить за ветром то есть здесь есть чем поиграться вот насчет прогорание мангалов тоже есть такая тема на том что держится в интернете давайте вам такой вот миф развею видите вот давайте сдвину их вместе для масштаба чего-нибудь там положу толщина менее менее минимальная то есть вообще практически жесть более-менее там плотная отработал на раз-два и будет еще очень долго работать никаких прогораний не наблюдается да естественно его нужно ухаживать вытрушивать выгоревший там пепел и ставить где-то под навес если оставить под дождем на зиму конечно он будет ржаветь там чего-то там будет образовываться в нем этот мангал я считаю долговечным если даже не вечным при должном уходе он отходит очень долго пропалить троечку будет крайне тяжело при этом я планирую внешнюю часть могла покрасить это есть термостойкие краски его немножко обработаю и уже потом покрашу со временем это сталь металл на вот я думаю если не ухаживать с внешней стороны возможно будет ржаветь я не знаю я не знал какая-то сталь насколько она стойка коррозии дождю или просто там к влажности внутреннюю часть я красить не планирую также тут есть опция придумать какой-нибудь сборник для пепла коробок там или просто лист который можно вставить а потом уже вынуть и вытрусить и так конструкцию обоих мангалов мы посмотрели я скажу так что мангал слева я от него отказываться не буду он вполне справляется с жаркое мясо вот плоские куски на решетке за счет того что быстро греется и если там чего-то надо в небольших объемах пожарить да все прекрасно с шашлыком справляется но хуже вот поэтому мангал справа он закроет все недостатки которые есть в этом мангала я более чем уверен что все будет в плане шашлыка здесь отлично также мангал универсальный сюда можно доставить решеточку вот такого типа или продаются решетки из чугуна размер 27 это стандартный размер я уже смотрел есть решетки на 27 при этом разной длины но в идеале конечно две решетки типа 30 на 30 сюда они станут после этого можно жарить мясо ну и все что как бы требует поверхность не только шашлык в ближайшем будущем я его планирую покрасить ну и конечно же попробовать если будет к этому видео интерес вопросы естественно все это можно спрашивать задавать но немножко позже немножко позже смогу на все это ответить спасибо большое за просмотр видео надеюсь она будет кому-то полезным при выборе что купить вот обе штуки достойные стоят своих денег и я думаю что все таки второй мангал очень нужен и будет полезен в хозяйстве всем до свидания